ДЕЛО НОМЕР Некоторые детали преступления, совершенные в одном из вузов Кустаная, сообщили полицейские. Тела 35-летней женщины с признаками насильственной смерти и 36-летнего мужчины, совершившего суицид, были обнаружены около 15 часов в здании одного из учебных заведений Кустаная 20 июня. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Установлено, что супруг потерпевший пришел к ней на работу и произошла ссора. В ходе ссоры мужчина нанес несколько ножевых ранений, после которых она скончалась на месте, и сам совершил суицид, то есть спрыгнул с восьмого этажа. Мужчина нанес жене 9 ножевых ранений. Изъятый на месте преступления нож изучают. Также назначен ряд экспертиз, которые должны указать на некоторые детали происшествия. Например, на то, в каком состоянии находился мужчина, был ли он трезв. В здании учебного заведения он, по данным полиции, прошел беспрепятственно, так как его в университете знали, как супруга преподавателя. Сейчас тоже мы разбираемся по этому поводу. Сейчас допрашиваем и охрану, и всех, кто там работает. И тоже, говорю, в ходе расследования будет уже ясно. Вот эту ответственность, я же говорю, после проведения служебного расследования, там у них тоже свое служебное расследование проводится. После проведения служебного расследования они уже, наверное, сами ответят на этот вопрос. На почве чего между супругами произошел конфликт, также пока неизвестно. Полицейские говорят, что непосредственных свидетелей ссоры и всего, что произошло во время нее и после, несмотря на присутствие в здании многих людей, не было. После происшествия без родителей остались двое малолетних детей. Девочка учится в четвертом классе, а трехлетний мальчик посещает ясли сад. Органы опеки сейчас занимаются их дальнейшей судьбой. Сейчас дети находятся у родственников поселка Кушмурун. Родственники могут взять детей под опеку или оформить патронат, отмечают сотрудники управления образования. Напомним, подобная трагедия в Кустанайе произошла в апреле этого года. В доме номер 16 по улице Строительной полицейский убил сожительницу и покончил с собой. Преступление было совершено в арендуемой квартире. Как тогда сообщили официальные представители МВД, мужчина зарезал свою сожительницу на почве ревности в ходе ссоры и после этого повесился на балконе. Несколько автокатастроф, в том числе и со смертельным исходом, произошли на территории Кустанайской области в минувшие дни. Мотоциклист улетел в дорожную яму в Рудном, погибла 18-летняя пассажирка. Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 июня в 23.30 в Рудном. Об этом сообщили очевидцы. В пресс-службе ДВД Кустанайской области сообщили, что 31-летний водитель, управляемый мотоциклом, совершил наезд в дорожную яму на территории проведения ремонтных работ. В результате ДТП 18-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в городской больнице. Водитель госпитализирован в травматологическое отделение, сообщили в пресс-службе. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции УВД Рудного проводится досудебное расследование. Жесткое столкновение КамАЗа и внедорожника. На выезде из Кустаная произошло ДТП. Фотографии с места аварии прислали очевидцы. Очевидцы сообщили, что авария произошла на выезде из Кустаная на Федоровской трассе. Информацию мы запросили в пресс-службе ДВД Кустанайской области. В данном ДТП пострадал один человек. Наши сотрудники выехали на место аварии. Все обстоятельства выясняются, сообщили в пресс-службе ДВД. За совершение ДТП, в результате которого погиб молодой человек, вынесен приговор к кустанайскому полицейскому. Городским судом номер 2 он приговорен к реальному сроку лишения свободы. Напомним, согласно материалов уголовного дела, 1 октября 2017 года, около 7 утра, 32-летний водитель, управляя автомобилем марки Kia Rio, на улице Курганской совершил наезд на 23-летнего жителя Кустаная. Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия. Как позже выяснилось, за рулем автомобиля Kia Rio находился сотрудник УВД Кустаная майор Руслан Таутенов. Он обвинялся по статьям нарушения правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекший при неосторожности смерть человека и оставление места ДТП. Защита подсудимого и он сам в суде пытались доказать, что совершенный им наезд на Аспаново был вторичным и изначально потерпевшего сбил автобус. Однако доводы были признаны бездоказательными. По этому поводу адвокаты Таутенова даже заявляли отвод судье, но он был отклонен. После долгих судебных разбирательств Таутенов судом был признан виновным. Назначить наказание по статье 345 части 3 УК Республики Казахстан в виде 2 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. По статье 347 УК Республики Казахстан в виде 1 год лишения свободы. Менее строгое наказание было поглощено более строгим и окончательно Руслану Таутенову было назначено 2,5 года лишения свободы с отбыванием срока в учреждении с минимальным режимом безопасности, то есть в колонии-поселении. Осужденного взяли под стражу в зале суда. Суд постановил лишить его звания майора. Также он должен будет оплатить 663 тысячи тенге за судебные издержки. Иск потерпевших о взыскании материального вреда, расходов на адвокатов и о возмещении морального вреда будет удовлетворен частично. За все по решению суда он должен заплатить 2 миллиона тенге с небольшим. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Полиция расширяет территорию поиска женщины, которая бросила ребенка на Кустанайском автовокзале. И пытается выяснить, куда она могла уйти или уехать. Напомню, 17 июня в полицию поступило сообщение о том, что в здании автовокзала, в комнате матери и ребенка, охранниками найден мальчик. Малыш, которому на вид полтора года, лежал в кроватке. Рядом находился пакет с пеленками и бутылочкой для кормления. На поиски матери и ребенка ориентирован весь личный состав. Были исследованы записи расположенных в районную камеру видеонаблюдения. И позже появился кадр видеозаписи, который, возможно, запечатлел именно разыскиваемую женщину. Обращаемся к жителям области. Если кто-либо располагает какой-либо информацией, необходимо сообщить по номеру 102, если имеется какая-либо информация по установлению личности данной женщины. Как сообщили в пресс-службе областного полицейского ведомства, розыск женщины ведется во всех районах области, из которых она могла приехать в Кустанай и оставив ребенка уехать или обратно, или далее по маршруту. Возможно, полицейские с просьбой о розыске обратятся и к своим российским коллегам из близлежащих районов. Тревогу полицейских в Кустанайской области вызывает рост мошенничеств, совершаемых в сети интернет. Только за один день в регионе было зарегистрировано 4 факта мошенничества, связанных с объявлениями на сайтах и банковскими картами. В управлении криминальной полиции ДВД Кустанайской области сообщили, что с начала года на территории региона зарегистрировано 90 уголовных дел, связанных с интернет-мошенничеством. В прошлом же году за аналогичный период таких преступлений зарегистрировано всего 19. Один из наиболее популярных способов мошенничества – размещение объявлений о продаже товаров на современных интернет-площадках, таких как Инстаграм, Колеса Ки-З и ОЛХ. Актуальными всегда остается недвижимость, автозапчасть и одежда. В своих мошеннических действиях злоумышленники привлекают покупателей с заниженными ценами. Способом оплаты мошенники используют систему Киви-кошелек, который закреплен только за номером телефона. В последнее время объектом посягательства мошенников стал интернет-банкинг. Предлагая по телефону выгодную сделку, мошенники входят в доверие гражданам и получают доступ к их банковским личным кабинетам. Так в ДВД области обратились несколько жителей Кустаная, которые были обмануты в ходе сделок о продаже недвижимости. Неизвестный, который якобы находился в другой области, сообщал, что ему по фотографиям понравилась квартира, и он хотел бы перевести задаток на карту. Предложив в качестве задатка энную сумму, злоумышленник предлагал продавцу передать ему номер карты и номер абонентского номера, которые привязаны к интернет-банкингу. А после просил передать цифры и смс, которые пришли на абонентский номер, ссылаясь на то, что это необходимо для подтверждения перевода. В итоге потерпевшие обнаружили, что у них на счету не хватает их собственных денежных средств. Одна из пострадавших таким образом лишилась 800 тысяч тенге. В этой связи полицейские в очередной раз призывают граждан быть бдительными. Лунные светофоры появились на автодорогах Кустаная. Планируется, что они станут главными помощниками в борьбе с пробками. Сегодня такие светофоры работают на четырех улицах города. Перекресток Крабышево-Гвардейска – один из самых оживленных для городских автомобилистов. Ближе к вечеру здесь все больше транспорта, что приводит к заторам и пробкам. Для устранения этой проблемы в скором времени светофоры на этом участке будут работать по-другому. Вот на примере этого светофора вы сейчас видите, здесь два разных контроллера. Этот загорается красным, тот горит зеленым. Цикл пройдет, соответственно, тот будет зеленым, ой, красным этот станет зеленым. И собирается пробка из-за этого, особенно в часы пик. С новой системой этого не будет. Будет постоянно гореть зеленая волна. Сейчас в режиме «зеленая волна» работают светофоры на четырех улицах по проспекту Абая, улицах Таурис-Издык, Бородина и Гагарина. В интеллектуальных светофорах установлены датчики, которые фиксируют дорожную нагрузку на перекрестке. Данные передаются в блок управления. Умные устройства, которые подключены к единой системе, позволяют отслеживать ситуацию на дорогах сразу на нескольких улицах города. Это все, да, в едином колл-центре. Это будет там полностью отслеживаться все. То есть поломка светофорного объекта, потом регулировать время светофорного объекта. На сегодняшний день были оснащены светофорные объекты в количестве 40 перекрестков из существующих 115 под «Умный город». «Умный» светофор был главным помощником в борьбе с пробками. Планируется, что после завершения проекта интеллектуальные светофоры будут распознавать заторы. Причем без участия человека. Уже к концу следующего года все куснайские прикрестки будут под контролем «Умных» светофоров. На сегодня это все. В следующий раз смотрите нас ровно через неделю. До свидания. Пусть все у вас будет хорошо.